Сегодня в России объявлен Всероссийский день траура. Соответствующий указ накануне подписал президент России Владимир Путин в связи с трагическим наводнением в Краснодарском крае, а также автокатастрофой с российским автобусом в Украине. В соответствии с подписанным указом на все территории России приспущены государственные флаги, а учреждениям культуры и государственным телеканалам рекомендовано воздержаться от демонстрации развлекательных передач, сообщает пресс-служба Кремля. Напомним, по состоянию на вечер 8 июля было известно о 171 погибшем. Тела 26 человек не опознаны. Сотрудники спасательных служб продолжают операцию по ликвидации последствий трагедии, затронувшей Новороссийск, Геленджик и Крымск в Краснодарском регионе. Также 8 июля губернатор Югры Наталья Комарова подписала распоряжение об оперативном штабе по обеспечению безопасности жителей Ханты-Мансийского автономного округа Югры, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации в Краснодарском крае. Для обеспечения безопасности югорчан, оказавшихся в зоне бедствия в Краснодарском крае, создан оперативный штаб, который возглавил заместитель губернатора Валентин Гриппас, который уже провел первое заседание, сообщает пресс-служба главы региона. Среди оперативных мер вывоз жителей Югры, оказавшихся в зоне бедствия. В первую очередь это касается юных югорчан из Сургута, Сургутского района, Нефтьюганска, Пытьяха, Нижневартовска, Нягань, Лангипаса, Урая, Югорска и Советского, которые находились в здравницах и лагерях отдыха на Черноморском побережье. К счастью, никто из 166 детей и 13 сопровождающих их взрослых не пострадал. Как сообщили в окружном департаменте общественных связей, всего на базах и лагерях отдыха вместе с отдыхающими и сопровождающими лицами на базах Краснодарского края насчитывалось 220 югорчан.